Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы начинаем с вами исследование послания апостола Павла к филиппийцам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим первую главу. Прежде чем приступить непосредственно к изучению текста послания апостола Павла к филиппийцам, нужно несколько слов сказать о самом послании, когда оно было написано и где, и кому адресовано. Филипп находились в Македонии. Это был город, где была первая христианская община. Она была основана апостолом Павлом и апостолом Силой во время второго путешествия, во время второго миссионерского путешествия апостола Павла, примерно где-то в 49-52 году. Об этом рассказывает книга «Деяния апостолов», 16 глава. Филиппинская община была одна из любимых общин апостола. От нее апостол Павел, как он об этом говорит, неоднократно получал разные пожертвования на дело проповеди и на служение, а также и тогда, когда он находился в заточении в Риме. Павел призывает своих читателей к единодушию, единомыслию. Особенно он ополчается на иудео-христиан, которые настаивали на необходимости обрезания. Также Павел утверждает, что наше жительство на небесах, куда мы попадем после преображения тела. После написания в Риме во время первого заключения апостола Павла, 61-62 год, в послании говорится, что вместе с Павлом, приветствия филиппийцам, передают и люди из дома Кесарева. Исходя из этого, можно предположить, что когда апостол Павел находился в темнице, то эти люди из дома Кесарева, они были, так скажем, тайными христианами, которые как-то облегчали его узы. Также апостол Павел упоминает в этом послании своего любимого ученика, епископа Тимофея. И, скорее всего, как утверждают многие исследователи, что это послание было написано именно Тимофеем под диктовку апостола Павла, который в то время находился в узах в Риме. Итак, текст. Павел и Тимофей, раб Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Мы видим сразу, что здесь апостол Павел начинает и называет себя, сразу начинает своего имени, пишет Павел и Тимофей. И также он здесь не говорит, как обычно, он начинает в других своих посланиях, призванный апостол самим Христом, что мы встречаем в послании, например, и Коринфянам, и других посланиях. Но здесь он обозначает себя, как просто раб Иисуса Христа. Что он и чем хочет сказать, делая как бы на этом акцент и дальше, не говоря о всех своих, в общем-то, ну, если хотите, титулах, что ли. Он хочет сказать следующее, что Павел представляет права на один титул и заявляет, что он раб, то есть доулус по-гречески, раб Иисуса Христа. Причем не слуга, а именно раб. Почему так? А потому что слуга свободен приходить и уходить. А раб навечно является собственностью своего господина. Поэтому апостол Павел так и говорит, я собственность Иисуса Христа. И не хочу от него колебаться, как он об этом говорит в другом послании, что человек с двоящимися мыслями неблагонадежен для Царствия Божия. Поэтому он так и говорит, я раб Иисуса Христа, поэтому навечно хочу являться собственностью Христа и хочу обрести с ним вечную жизнь. То есть он называет себя рабом Иисуса Христа. Этим самым апостол Павел утверждает, что он является полной собственностью, что Христос любил его и что он выкупил его дорогою цену. Первый Коринфянам, как он об этом пишет, 6.20. Мы также замечаем интересную здесь деталь, что апостол Павел обращается здесь к епископам и диаконам. И мы можем задаться себе вопросом, а что Филиппов был в одной общине несколько епископов? Нет, такого не было. Епископ всегда был один в городе. Но, как пишет об этом и святитель Иоанн Златоуст, и прочие толкователи, что таким образом очевидно, что тогда епископы и пресвитеры имели при первое время одно и то же имя. То есть епископы могли тоже назвать пресвитер, то есть как служащий. Они разнились лишь в достоинствах, но в своем служении, но тем не менее могли называться и пресвитерами, и епископами. Например, апостол Павел пишет в постании к Тимофею о том, что ты стал епископом с возложением на тебя рук священства. Мы знаем, что епископы рукополагаются, возводятся в епископы, скажем так, двумя или тремя епископами, но никак не священниками. Поэтому это еще один факт, который подтверждает, что тогда епископы и пресвитеры могли называться и так, и так, но они просто несли разное служение, и это понимали христиане. А то, что здесь было несколько диаконов, ну, здесь у нас не вызывает никакого сомнения, потому что действительно диаконов может быть и много в одном городе. Далее мы с вами читаем второй стих. «Благодать вам и мир от Господа Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Казалось бы, обычное приветствие, но в ней содержится тоже немало мудрости, как и во всем Священном Писании. Апостол Павел пишет «Благодать вам и мир», и вот как по этому поводу дает истолкование на эти слова блаженный Феофилак Болгарский. Цитата. «Прилагает обычное приветствие, желая им быть исполненными благодати, чтобы они не превозносились друг перед другом, и через это не лишились мира и единодушия, потому что благодать получают те, которые свободны от гордости». Очень великолепное замечание, удивительное по своему выражению глубины содержания, потому что благодать могут получить те, кто свободен от гордости. То есть, конец цитаты, гордость, она препятствует проникновению благодати Божьей в человека, но есть врачевство, которое дано в церкви, установлено самим спасителем здесь. Это состояние покаяния. Состояние покаяния, в котором человеку нужно пребывать. То есть, вообще, состояние покаяния — это дело всей нашей жизни. Некоторые ошибочно думают, что покаяние — это когда только прибежал в храм, поисповедовался, ну вот я уже покаялся, дальше побежал опять творить свои беззакония. Это будет ошибка. Покаяние — это дело всей жизни. То есть, наблюдать за собой, чтобы не поступить неосторожно в этой жизни, так, чтобы не нарушить заповедь Божию и таким образом не отпасть от Христа и от жизни вечной. И мы читаем далее. Третий и по пятый стих. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, пишет апостол Павел, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие и благовествование от первого дня даже до ныне». За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. Вот что пишет святитель Леонзлатаус. Цитата. «А в другом послании говорил, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неуслыбно пекутся от душих ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая». Посланник Евреям 13, 17. «Если же неисправность учеников приводится в учительстве воздыхания, то успех их радость». Потому слова апостола имеют такой смысл. «Когда только воспоминаю о вас, всегда хвалю Бога». А это делает, потому что знал в них многие добродетели. «И хвалю, — говорит, — и молюсь, потому что вы успели в добродетели. Я не перестаю молиться, но постоянно, — говорит, — молюсь о вас». В пятом стихе также отдельно замечает святитель Леонзлатауста, где апостол говорит, за что он радуется, какая причина его радости. «За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». То есть он радуется за их миссионерское служение проповедью. И вот пишет апостол, вернее, дает истолкование с дистанцией Леонзлатауста, цитата. «Он стоит на сражении, он и раны получает». То есть человек благовествующий. Вы знаете, что с греческого языка слово «мартинес» переводится как мученик, как проповедник. Одно и то же слово. Поэтому всякий, выходящий на проповедь Слово Божие, этот человек, он заведомо себя уже как бы обрекает, если хотите, в некой мере на мучения и на то, что он претерпит в любом случае страдания. Если только будет не лжепророком, а будет говорить правду, да, и будет призывать людей к покаянию, то претерпит скорбь, это несомнение. Несомненно, об этом будет сказано и ниже апостолом Павлом, да и, в общем-то, и сам Спаситель говорил, говорил эти слова, что в мире будете иметь скорбь. Но утешал нас. Мужайтесь, я победил мир. Вот святитель Иоанн Златоуст пишет. Он стоит на сражении, то есть как воин, он и раны получает, а ты послужи ему, когда он возвратится с поля брани. Прими его с разбрастертыми объятиями, сотри пот его, успокой, утешь, ободри утружденную душу. Если мы с таким усердием послужим святым, благовествующим Слово Божие, то будем участниками наград их. Сие Христос говорит, сотворите себе, други, от мамоны неправды, да примут вы вечные кровы. Ивангелие от Луки 16, 9. То есть, действительно, всякий служащий Богу, он выходит на поле брани, то есть на поле битвы с духами злобы поднебесных. Да, это вот есть какая-то картинка, где-то я такую видел, кто-то мне ее присылал, где такая, знаете, кавказская овчарка, она отбила там стадо, волки напали, и она сама вся израненная, лежит вся в крови, да, и стадо стоит вокруг, кто-то смотрит в сторону этой овчарки, кто-то мимо, кто-то там продолжает дальше травку щипать. И только одна подошла, такая на картинке овца, и вот так ему, как бы носом его так подбадривает, скажем. И внизу такая надпись, только что эта овчарка спасла все стадо от того, что волк, стадо, целая стая волков не порезала всех овец, и только одна, как там написано, подошла поблагодарить за это, а остальные так и остались баранами. Ну, где-то в этом есть определенная и правда, да. И мы читаем с вами далее, будучи уверен в том, что начавшись у вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении, утверждении, благоествования, вас всех, как соучастников моих в благодати. Мы видим, что апостол Павел полагает надежду, что дело своего, то, которое они начали, они будут продолжать до конца. То есть, дело благоествования, благоествования, благоествования о том, что смерти нет, и призыва людей к покаянию, и призыва людей через покаяние войти через Иисуса Христа в Царствие Божие. И мы видим, что так он говорит, что даже доброе дело будет совершать даже до дня Иисуса Христа, то есть, до второго пришествия Христа, до самой кончины человека, и, как сказано в книге Откровения, что претерпевший до конца спасется, да, и получишь венец жизни. И здесь Ефрем Сирин преподобный дает истолкование на седьмой стих, «Как должен мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердцах, в узах моих, при защищении утверждения благоествования вас всех, как соучастников моей благодати». Что это значит? Преподобный Ефрем Сирин пишет следующее цитата. «Так совершенно справедливо мне помышлять, как пишет апостол, о том, что предстоит вам, ибо в сердце моем имею вас всех, так как по благодати, укрепившей вас, вы соделались причастниками и сообщниками моими в то время, когда я в городе вашем решился выступить с защитой за непререкаемую истину Евангелия». Деяния апостолов, 16 глава. И действительно, в Деяниях апостолов пишется, как апостол Павел претерпел Филиппов много скорбей, но не стеснялся и благоствовал открыто, так что чуть было и не было растерзан тогда толпой. Далее читаем «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Что значит любить любовью Иисуса Христа? Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет следующее, цитата, «Какая сила святой бескорыстной любви? Любить, как любил Иисус Христос всех людей, может только апостол Христов, но и мы, пастыри Христовы стада, должны по возможности приближаться к чистоте и силе любви апостольской в отношении к нашим пасамам». Конец стады. Тут очень тоже такое интереснейшее замечание, потому что вот в Ветхом Завете в книге пророка Еремия, сколько я помню, есть такие слова, когда пророк обличает тогда ветхозаветных пастырей, и он говорит, «Вы как хищники, что теперь овец нужно вырвать из челюсти ваших». То есть, он говорит, обличая их, что они только и думают то, как бы, что какой клок шерсти, как говорится, паршивые овцы хотя бы взять, а некоторые даже, говорит, и поглощают их, то есть, жизни этих людей не ставят ни во что, только ищут от них прибытка. Вот это вот очень хорошая пословица, которую я уже как-то употреблял, что есть всякие люди, не только там и в ветхозаветные времена, и в наше время, и не только пастыри, но и миряне, которые находятся в церковном служении. Главное здесь нам не забыть ее, что служить надо не ради хлеба куса, а ради Иисуса, а потом уже, если Господь что нужно будет, нам Он подаст. То есть, не увлечься этим очень страшным, то, что обличается во всем Евангелии, во всей святоотеческой литературе, то, что, в общем-то, погубило и Иуда Искариота, то есть, любовь к любостяжанию. Будем довольствоваться тем, что есть, ибо завтрашний день сам будет на себе иметь пропитание. Мы читаем далее. Да, и в этом есть любовь по отношению к Богу и ближнему. Идзалий, 9-10 стих. Да, молюсь, чтобы любовь ваша еще и более-более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучше, 10-й стих, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Исполнены плодов праведности Иисусом Христом и славу и похвалу, славу и похвалу Божию. Преподобный Авросий, да, Медиаланский пишет так, вернее, святитель, прошу прощения, святитель Авросий Медиаланский пишет следующее, с помощью Божий апостол хочет наставить их в чистоте христианского учения, чтобы, будучи крепкими в вере, они не оставались в неведении относительно легковерия. Очень хорошее замечание. Чтобы умели отличать полезное от вредного, чтобы делами праведности украшали учение Господа, собирая плод бессмертие для изобилия добра, чтобы в них обрел славу учитель народов. Конец цитаты. То есть, мы видим, здесь есть очень такое важное для нас замечание, чтобы не быть легковерными. Все проверять Словом Божьим, святоотеческим наследием, а чтобы проверять любое свое внутреннее состояние или любое свое действие, потому что Священное Писание, и апостольское предание является для нас руководством в действии в жизни. То есть, это как раз то, как нам поступать в той или иной ситуации. Я удивляюсь, что люди сегодня ищут каких-то посторонних или отвлеченных методологий, которые думают, что они что-то новое придумали или выдумали, и сейчас они эти методологии современные освоят, и они регулируют все у себя в семье, сразу научатся правильно понимать своих детей. Ну, ладно, светские люди, я не удивлюсь, если они всего этого ищут, какой-то мудрости человеческой, но православные это. Неужели у нас нет то, что в нашем Святоотечестве наследие сказано о воспитании детей? Так почитайте Иоанн Златоуст, так почитайте свидетелей Тихонозадонского и других отцов. Это же целый клад, огромный клад. Я уже не говорю о житийной литературе, там и о житии святых, как поступать в той или иной ситуации, что делать, как воспитывать детей, да, или там другие ситуации, отношения между мужем и женой, разве мы не видели в предыдущем послании апостола Павла к Ефесину. Все, по-моему, есть. Нет, мы хотим что-то изобретать свое. Ну, конечно, можно пытаться биться головой об стену, но это не принесет ничего хорошего и доброго человеку. Поэтому поиск что-то такое вне Христа и вне предания церковного, напомню, что предание церковное это дух святой, живущий в церкви. Поэтому поиски руководства своей жизни вне духа святого, это всегда глупый глупый поиск или труд того самого Сизифа. Итак, пишет, чтобы вы были чисты в день Христов. Тоже святитель Леонид Златоуст замечает. Я говорю, пишет он, это не ради своей пользы, но для того, чтобы вы под предлогом любви не приняли какого-либо ложного учения. Очень тоже важное замечание. Не быть легковерными, чтобы под предлогом любви не приняли какое-нибудь ложное учение. Вот совсем недавно вроде бы наши православные христиане, прихожане ходят в храм, уже давно известно, а приходит и говорит, а вот у его жене такое в голове появилось, что где-то она поймала это вредоносное, да, я уже знаю где, откуда, но она ее где-то словила, что возлюби ближнего как самого себя. Она говорит, что надо сначала себя полюбить, а потом научиться как любить ближнего. Я думаю, что такой вот перевертыш, он очень опасный для людей легковерных, и поэтому если человек уж в себя влюбится, поверьте, что другого он любить никогда не научится. Это точно. Поэтому очень опасно увлекаться всяким веянием вот таких вот подобных измышлений. Везде и все, везде и всегда не только отцы церкви пишут о жертве любви, но и сам Христос ее показал, что он возлюбил себя, самого, остановитесь на путях ваших и не безумствуйте подобными интерпретациями текстов Священного Писания. Вспомните, ибо так возлюбил Бог мир, как он проявил любовь, себя полюбил, нет, отдал Сына Своего Единородного, пожертвовал собой, дабы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому будем осторожны. И сказал, чисты это пред Богом, непреткновенно это пред людьми, потому что хотя дружба с еретиком и не приносит вреда тебе, но соблазняет другого, а если ты соблазняешь своих братьев, то как жияешься чистым в день Христов? Тоже очень важное замечание, потому что сказано еретика после второго третьего разумления отвращаясь. И сказано, что не дружите с такими людьми. Общаться можем, сотрудничать даже можем, если человек другой веры, но не дружить. Итак, далее мы читаем с вами 12 и 13 стих. Сказано, желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благоествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притуре и всем прочим. Мы видим, что апостол Павел здесь пишет о том, что он находится в вузах, но это еще и плюс к тому, что он в вузах в деле благоествования. Мы спросим, как же так? Находится в заключении, в тюрьме, какой плюс? А дело в том, что это сейчас у нас там средства массовой информации, тогда все сработало по сарафанному радио. То есть люди рассказывают между собой, а вот тот, который выступал, а вот тот, который там на площади говорил, а он сейчас в темнице, а почему он в темнице? То есть ходили разговоры, за что же его осудили, а оказывается, за благословение Христа, а что это такое за благословение Христа? Тут находился какой-нибудь христианин и говорил, а вот Христос, это умерший, воскресший. То есть, и так завязывалась беседа. То есть, чем люди больше обсуждали то или иное случившееся в их городе, тем больше распространялась и весть об этом, соответственно. Поэтому здесь апостол так и пишет. «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать слово Божие». Тоже он пишет, что это был плюс, и это еще страна. «Некоторые, правда, говорит он, по зависти и любопрению, а другие с добрым и с положением проповедуют Христа. А одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, другие, думая увеличить чажесть уст моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благоествование». Что значит по любопрению? Вот по этому поводу пишет и свидетель Леон Златоуст, и говорит следующее, известное мне и Феодор Кирский, некоторые по зависти и любопрению, но свидетель Леон Златоуст, например. Значение этих слов, цитата, «достойное исследование. Так как Павел был в узах, то многие из неверных, желая возбудить царя к жестокому гонению, и сами проповедовали Христа, чтобы распространением проповеди увеличить гнев, тоже была еще такая сторона третья, гнев царя, и чтобы всю ярость обратить на главу Павлова. Итак, узы произвели двоякое действие. В одних возбудили великое дерзновение, а других, ободренных надеждой моей погибели, расположили проповедовать Христа. Некоторые, правда, по зависти, как пишет апостол Павел, по зависти, то есть заведующие моей славе и хорошему началу желающей моей погибели и состязающиеся со мною содействуют мне или же думающие уменьши сколько-нибудь мою славу для того, чтобы и самим быть в чести, а другие с добрым расположением, то есть без лицемерия, со всем усердием». Конец цитаты. Вот так. 18 стих. «Но что-то того, как бы ни проповедовали, пишет апостол Павел, как бы ни проповедовали Христа, превратно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Опять же, мы видим, что апостол Павел продолжает эту тему, и вот блаженный Феофилак Болгарский пишет по этому поводу следующее. «Призывает нас обратить на это внимание». Он пишет, цитата. Но обрати внимание, во-первых, апостол не сказал, пусть проповедует Христа, как будто он поставляет закон, но проповедует, он говорит, не проповедует, не пусть проповедует Христа, а проповедуется, указывая на совершенное событие. И здесь стоит греческое слово, в первом случае проповедует. Он не говорит проповедует, то есть, кота гелео сто, а говорит кота гелео та. поэтому здесь стоит в совершенном времени. Он говорит, если они сейчас проповедуют, проповедуют. То есть, он не дает им повеления, что хорошо так проповедует всегда. Вот это очень тоже важное замечание. И дальше блаженный Феофилак Болгарский продолжает. Затем, говорит, так говорит, хотя бы он и сказал это в виде узаконения, то есть, узаканивая это, все-таки он через это не открыл бы доступ ересям. Как же это? Поскольку те, о которых он говорит, не ввели ложного учения, но проповедовали истинное, хотя не праведно и не с истинным намерением. Еретики же, по преимуществу, проповедуют не истинное, а превратное и ложное учение. Да, кроме того, и цель имеют превратную. Конец цитаты. То есть, мы видим, что блаженный Феофилак Болгарский говорит о том, что здесь не идет речь о том, что пусть проповедуют и ереси, другие учения. Просто одни это проповедуют из какой-то своей выгоды, либо по зависти, либо по любопрению, либо, может быть, по любостяжанию. Такое тоже случается. Поэтому так. Ибо знаю, что послужит мне это все во спасение по вашей молитве и содействии Духа Иисуса. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. То есть апостол Павел здесь показывает действительно истинно-христианское отношение к смерти. Что такое смерть? Мы знаем, что есть смерть первая, здесь смерть вторая. Смерть первая – это разлучение души от тела, а смерть вторая – это разлучение души от Бога. И поэтому христианин больше всего боится второй смерти – разлучение души от Бога. Поэтому в этой жизни он старается прожить так, чтобы прилепиться к Богу настолько, с чего начинает, в общем-то, апостол Павел это послание, чтобы быть рабом Богу, чтобы быть несвободным. Потому что слуга, если бы было действительно сказано, что слуга, слуга свободен, он может уйти и прийти, а раб нет. Поэтому, может быть, не знаю, я приведу такое сопоставление, мне сейчас оно пришло в голову. Хорошо, что у нас есть еще духовные семинарии, это очень важно, где нельзя уйти и прийти. Ты там находишься всегда, и учишься, и служишь, и послушание, это такое монастырское воспитание. Поэтому наших семинаристов так это и принято, в общем-то, правильно называть воспитанники. А вот все-таки институты православные, другие, ну, это вот так, ушел-пришел. Может быть, поэтому охотно у нас берут и рукополагают сразу после семинария, и не очень охотно после института, потому что там человек еще не все освоил, скажем, знания-то он получил, а какого-то воспитания не прошел. Так и здесь. В некой мере, думаю, что можно провести такой параллель. Итак, жизнь говорит для меня, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать, влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужно для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Видим, что здесь апостол Павел начинает такое рассуждение, что лучше для меня. Он говорит, конечно, мне бы лучше уже, я не боюсь смерти и насколько возможно по милости Божией я уже подготовлен к ней, в вузах нахожусь и претерпел за Христа и надеюсь на жизнь вечную и надеюсь войти в Царствие Божие. Но для того, чтобы остаться, он говорит, я остаюсь здесь для вашего назидания и для вашей пользы, лучше избираю для себя эту участь. Более того, апостол Павел в другом послании скажет даже так, что вот он очень любил свой народ и очень любил свою национальность. Мы знаем, кем он был, он был иудеем из иудеев, с колен Вениаминова, то есть евреем. И однажды он воскликнул даже так, что я готов быть сам отлученным от Христа ради братьев моих по крови. То есть мы видим, что апостол, как и в этом случае, так и тогда, он очень любил людей, любил их любовью Христовой. И поэтому ради них, говорит, Господи, я еще и готов здесь остаться и послужить. Вот это очень, очень важно. Это то, что, на мой взгляд, не хватает нам в наших церковных приходах именно любви и заботы друг о друге. А можно сказать, почему этого не хватает? А потому что, наверное, это показатель того, что нет любви, настоящей любви к Богу, то есть исполнения его заповедей. Потому что сказано, как ты можешь говорить, что любишь Бога, да, которого не видишь, а ненавидишь ближнего, которого видишь. То есть если нет этого служения и желания послужить друг другу, это значит, нет желания и желания послужить и Богу. Потому что, как Спаситель говорит в Евангелии, ведь мы помним эти слова, Он говорит, что вы говорите мне, Господи, Господи, а заповедей моих не соблюдаете? Был я, говорит, нах, и вы не одели меня, был голоден, и вы не накормили меня, был в темнице, и вы не посетили меня, был болен, и вы не пришли ко мне. Тогда ученики им говорили, Господи, когда это все было с тобой? Тогда Он им отвечает, все, что вы сделали одному из меньших сих, находящихся в такой ситуации, все равно, что сделали мне. Вот оно, проявление любви. Все на самом деле просто. Что мешает? Гордость. Как это я, да, буду ему. А кто он такой? Я-то вот, конечно, тут раз такой, весь такой, да, и выше меня тут, а это так, буду ли я себя унижать? Поэтому вот такие вот рассуждения вместо заповеди Божией. А все это от чего? Снова повторю. От того, что мы плохо знакомы с священным писанием, святоотеческой литературой, которая для нас является руководством к действию. По сути, если хотите, скажу так по-человечески, что мы плохо знакомы с духом святым, потому что слово Божие, оно написано духом святым, и всякий человек, вникающий в него, напитывается этим духом и напитывается этими решениями, которые он принимает в своей жизни. Чем мы хотим руководствоваться? Своей волей или волей Божией? Ну, по-моему, волей Божией, потому что, коль мы перед едой всегда читаем, «Да будет воля твоя, я к ныне мессийной земли». Но читать-то читаем эту молитву. Вот именно, что читаем, а надо еще и попробовать помолиться. Итак, далее апостол пишет, «Дам похвала ваша, я верую и знаю, говорит, что пребуду со всеми вами, дам похвала ваша во Христе Иисусе умножалась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благоествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду услышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаетесь единодушно за веру евангельскую». Мы видим, что во всем, во всей этой главе апостол Павел призывает и радуется, призывает церковь в Филиппах на дело благоествования. Он так и говорит, на дело благовестия, на дело благовестия. Я рад, что нахожу вас, вот как он нашел, как об этом сказано и в пятом стихе ранее, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. И здесь он говорит, что «когда я приду, что хорошо, если услышу о вас, и будет для меня эта радость, что вы стоите в одном духе и подвязаетесь единодушно за веру евангельскую в дело благовествования». И все послание, оно наполнено именно этим. И далее 28 стих. «И не страшитесь ни в чем противника, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Очень важные слова, когда есть такое ложное понимание того, что служение Богу должно приносить какие-то земные блага. Апостол призывает совсем к другому. «Потому что вам должно ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Есть много здесь толкований, но, пожалуй, на эти стихи, «потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Вот Исидор Пилосиот святой пишет, «Об этом следующее». Цитата. «Великие преуспеяния обыкновенно совершаются с великими трудами, а самые большие с наивеличайшими. По всему не думай, что делаешь что-либо маловажное и ни к чему не годное, достигаешь самых великих наград. И не надеясь, избрав безопасную и изнеженную жизнь, отличиться в первых рядах дружины. Победителем провозглашается тот, кто был в опасностях и воздвиг поведоносные знамения. Если кто и жизнь кончит на брани, то память о нем прибудет неискончаемой, и примет он награды более, нежели человеческие. Мужественный же воин Христово воинства и страдания за Христа признает венцами, говоря, вам дарова Бог, не только мы еже в него веруете, но и еже по нем пострадать. То есть, даже если не упоминать о будущих благах, самые страдания, посредством которые входим в общение с ладыкою, это самые великие награды и прекраснейшие венцы. Конец статуры. Теперь хочу сказать, слышите все бегающие страдания и всяких скорбей и ищущие их у всевозможных там, не дай бог, сектантов, там и психологов и прочих. Как избежать страдания, как избежать скорбь, как избежать одиночества и другие всякие охи и ахи. Хочу сказать следующее, что православного христианина одиночества быть не может, потому что православный христианин, если он православный, он с богом, а если я с богом, то к какому одиночеству может идти речь? Вот так. Здесь еще есть несколько слов, например, преподобные Анна Кассиана и других, вы можете их посмотреть, также эти толкования на последние стихи, но то, как выражено это действительно святым Сидором Пелосиотом, дает большое наставление и, так скажем, отрезвляет наше сознание и понимание христианской жизни как таковой. Снова повторю слова Спасителя, который говорит так, мир принимает свое, а вас мир не принимает. мир слушает своих лжепророков и которые льстят словами своими, а меня мир, говорит Христос, не принимает, потому что, говорит, беру вас от мира, вы не от мира сего, поэтому в мире будете иметь скорбь, но и ободряет нас, снова повторю эти слова, мужайтесь, я победил мир. Субтитры создавал DimaTorzok